Привет, человек по ту сторону экрана. Было время, когда я выбирала картины знаменитых художников, которые отзывались во мне, и рисовала их в своем стиле. Еще тогда у меня появилась идея для видео, рассказывать о художниках, а на фоне перерисовывать картины, которые мне нравятся. Шли годы, я забросила свой старый канал, и вот настало время, сегодня поговорим о Винсенте Ван Гоге. Думая о нем, мы конечно же сразу вспоминаем о его подсолнухах, поэтому я решила перерисовать одну из его картин с этим прекрасным растением. К тому же, я из Краснодарского края, а там очень много полей с подсолнухами, и для меня это не только красивый солнечный цветок, но еще и воспоминания из детства. Кстати, я везде использую цветок с глазом, но на самом деле это тоже подсолнух, пусть немного и необычный. Почему я решила записать видео именно об этом художнике? Первая причина, Ван Гог один из моих самых любимых художников, достаточно было узнать немного о его биографии на истории искусств, прочитать письма к Тео, посмотреть его работы в книгах и интернете, чтобы навсегда влюбиться в его творчество. Но когда я впервые увидела его работы в Эрмитаже, я испытала невероятные чувства, это было так волнительно и необычно. Я видела только картинки, и вот передо мной были его полотна, просто нет слов. Особенно мне понравился его куст сирени, а потом уже был Пушкинский музей, там тоже есть несколько его картин. И самое тяжелое по смыслу и впечатлению, на мой взгляд, это прогулка заключенных. Вторая причина, он родился 30 марта, и в этот день я хочу передать немного своей любви к Винценту вам. Хочу, чтобы его творчество продолжало жить и приносило людям вдохновение, но есть большая вероятность, что это видео выйдет чуть-чуть позже. Но я все-таки постараюсь успеть именно 30 числа выложить. Третья причина, он был большим фанатом японского искусства, и оно очень сильно повлияло на его работы. В этом я разделяю его любовь. Вся его жизнь полна странностей и противоречий, и самая первая странность начинается с его имени. Он получил его в честь деда по отцовской линии. Это имя предназначалось для первого ребенка. Он родился на год раньше Винцента, но умер, не прожив и дня. В семье Ван Гог вел себя странно. Он был своенравный, трудный, со странными манерами, что было причиной его частых наказаний. Но вне семьи, напротив, он показывал обратную сторону своего характера. Был тихим, серьезным, задумчивым и почти не играл с другими детьми. В глазах односельчан он был добродушным, дружелюбным, милым и скромным ребенком. Из школы его забрали спустя год. Он продолжил обучение дома. В 11 лет он уехал в школу-интернат, и отъезд причинил ему много страданий. Он не мог забыть этого, даже будучи взрослым. В 13 он начинает обучение в другом интернате, но в 15 лет посреди учебного года он неожиданно бросает школу и возвращается домой. На этом заканчивается его формальное образование, и о своем детстве он вспоминал так. Мое детство было мрачным, холодным и пустым. Благодаря этим словам мы можем понять, что, скорее всего, Винсент не получал того внимания и той любви, которую он хотел бы получать дома. Возможно, у него были ментальные проблемы и проблемы со здоровьем, и семья не помогала ему их решить. И он пытался с этим справиться сам, но, скорее всего, получалось у него с трудом, либо вовсе не получалось. В июле 1969 года, когда ему было 16, он устроился на службу в Гагский филиал крупной художественно-торговой компании Гупел Н.С., владельцем которого являлся его дядя. Ван Гог с большим рвением взялся за работу, добился хороших результатов, и в июне 1973 года его перевели в лондонский филиал. Благодаря этой работе Винсент начал разбираться в живописи и ценить ее. Помимо этого, он посещал городские музеи и галереи, но из-за разделенной любви он теряет интерес к работе и начинает обращаться к Библии, а также начинает пробовать свои силы в живописи. Постепенно это занятие стало отбирать у него больше времени, и Винсент окончательно охладел к работе, решив для себя, что у искусства нет худших врагов, чем торговцы картинами. В результате его уволили из фирмы, несмотря на покровительство родственников. Вернувшись в Англию, у него возникает желание стать священником, как его отец. Он начал работать учителем и помощником пастора, прочитал свою первую проповедь, его интерес к Евангелию рос, и он загорелся идеей проповедовать беднякам. На Рождество он поехал домой, и родители уговорили его не возвращаться в Англию. Пытаясь поддержать стремление Винсента стать пастором, семья посылает его в Амстердам, где он поселился у своего дяди. И здесь он усердно занимается и готовится к сдаче вступительных экзаменов в университетное отделение теологии. Но в конце концов он разочаровался в учебе, бросил свои занятия и уехал из Амстердама. Желание быть полезным простым людям направило его в протестантскую миссионерскую школу, где он прошел трехмесячный курс проповеди. Однако существует версия, что он не окончил полный курс обучения, был выгнан из-за своего внешнего вида, вспыльчивого характера и частых приступов ярости. В декабре 78-го Винсент направился на полгода в миссионерский поселок в бедном шахтерском районе на юге Бельгии. Там он развернул неутомимую деятельность, навещал больных, читал неграмотные писания, проповедовал, обучал детей, а по ночам для заработка рисовал карты Палестины. Подобная самоотверженность расположила к нему местное население и членов евангелического общества. Ему назначили жалование в 50 франков. Пройдя полугодичный стаж, Ван Гог намеревался поступить в евангельскую школу для продолжения образования, но счел введенную плату за обучение проявлением дискриминации и отказался от него. В это же время Винсент обратился к дирекции шахт от имени рабочих об улучшении условий их труда. Но ходатайство было отклонено, а сам Ван Гог был отстранен на должности проповедника комитетом протестантской церкви. Это стало серьезным ударом по эмоционально-психическому состоянию художника. Спасаясь от депрессии, Ван Гог снова обратился к живописи и всерьез задумался об учебе. Когда ему было 27 лет, при поддержке брата Тео он уехал в Брюссель, где начал посещать занятия в Королевской академии изящных искусств. Однако через год Винсент снова бросил учебу и вернулся к родителям. В этот период жизни он считал, что художнику вовсе не обязательно иметь талант. Главное – многое и усердно трудиться, поэтому он продолжил занятия самостоятельно. В это же время Ван Гог испытал новое увлечение. Влюбился в свою двоюродную сестру, гостившую вместе с сыном в их доме. Ммм, Винсент – дело семейное. К сожалению, женщина отвергла его чувства, и Винсент не сдавался и продолжал ухаживание, чем настроил против себя всех родных. В результате его попросили уехать. Ван Гог испытал новое потрясение и решил навсегда отказаться от попыток устроить свою личную жизнь. Он уехал в Гагу, где с новой силой окунулся в занятия живописью. Винсент много работал, он изучал жизнь города, особенно бедных кварталов. Добиваясь интересного и удивительного цвета в своих работах, он иногда прибегал к смешиванию на одном холсте различных техник письма. Например, мела, пера, сепи и акварели. В таких картинах, как «Задворки», он использовал перо, мел и кисть на бумаге. А в картине «Крышевит из мастерской» он использовал акварель и мел. В Гаге художник попытался создать семью. На этот раз его избранницей стала беременная уличная женщина Христин, с которой Винсент познакомился прямо на улице. И, движимый сочувствием к ее положению, предложил переехать к нему вместе с детьми. Этот поступок окончательно рассорил художника с друзьями и родственниками, но сам Винсент был счастлив. Однако у этой женщины оказался тяжелый характер, и вскоре семейная жизнь Ван Гога превратилась в кошмар. Очень скоро они расстались, и художник не мог больше оставаться в Гаге. Он направился на север Нидерландов, где поселился в мастерской, и целые дни проводил на природе, рисуя пейзажи. Однако он не очень увлекался ими, и не считал себя пейзажистом. Много картин этого периода посвящено крестьянам и их повседневному труду и быту. Ранние работы Ван Гога могут быть отнесены к реализму, хотя манеру исполнения и технику назвать реалистичными можно лишь с оговорками. Одно из множества проблем, вызванных отсутствием художественного образования, с которыми столкнулся Винсент, это стало неумение изобразить человеческую фигуру. Но это стало его особенностью. Очень хорошо это видно, например, в картине «Крестьянин и крестьянка, сажающие картофель». Там фигуры крестьян уподоблены скалам, а высокая линия горизонта словно давит на них, не позволяя разогнуться или хотя бы поднять голову. В 1986 году Ван Гог уехал в Париж к брату Тео. Начался его парижский период жизни, оказавшийся очень плодотворным и богатым на события. Художник посещал престижную частную художественную студию, изучал живопись импрессионизма и японскую гравюру. В этот период палитра Ван Гога стала светлой, исчезли землянистые оттенки, появились чистые голубые, золотисто-желтые, красные тона, характерный для него динамичный, как бы струящийся мозог. Взятая художником за образец японская живопись и ксилография, кроме палитры внесла в его творчество элементы спокойствия и умиротворения, характерные и для других импрессионистов. Он считал японцев равными в искусстве европейцам и даже устроил выставку гравюр различной коллекции в кафе у своей подруги. В этот период он написал несколько копий японских гравюр, а также создал картины, вдохновленные японским искусством. Например, такие как «Мост под дождем», «Цветущая слива», «Куртизанка», «Сеятель», «Красные виноградники», «Оливковая роща» и «Цветущий миндаль». Возвращаясь к импрессионистам, с некоторыми из них, например, Сенри де Тулус Латреком, Камилем Песаро, Эдгаром Дега, Полем Гогеном и другими, художник познакомился в Париже благодаря брату. Эти знакомства оказали благоприятное влияние на художника. Он обрел людей, которые смогли оценить его, с увлечением принимал участие в выставках импрессионистов. Но, несмотря на творческий рост Ван Гога, публика по-прежнему не воспринимала и не покупала его картины, что весьма болезненно воспринималось с Винсентом. Он решил покинуть Париж и перебраться на юг Франции. Главной целью было создание мастерской Юга. Он хотел объединить художников и единомышленников, чтобы вместе работать для будущих поколений. И важную роль в этой мастерской Ван Гог отдавал Полю Гогену. Естественно, Тео поддержал начинание брата деньгами. Впрочем, как и всегда. В Арле окончательно определились своеобразие творческой манеры Ван Гога и художественная программа. Вместо того, чтобы пытаться точно изобразить то, что находится перед глазами, он произвольно использовал свет, чтобы в большей степени выразить именно себя. Во время пребывания Винсента в Арле японские мотивы уже менее заметны. Еще остается та японская раскадровка полотен и двухмерное пространство. Однако исчезает строгая острота линий японской гравюры, которая сменяется густым мазком масляных красок. И если крученые стволы деревьев в его оливковой роще могут напомнить некоторые детали пляжа Майка в Хариме, Хиросиге, то на этом все и заканчивается. Японское влияние на творчество Ван Гога нельзя считать буквальным. Оно лишь сопровождает Винсента в его процессе творческого упрощения и экспрессии. Ему хочется чувственности, сентиментальности, хочется бежать от натурализма, картинности и излишней детализации. Именно в этом ему помогают японизмы, и именно это мы видим в некоторых его шедеврах, написанных варльский период. Таких как ночное кафе, подсолнухи или спальня Ван Гога в Арле. К Винсенту приезжает Гоген, но мечте Ван Гога о мастерской Юга не суждено было сбыться. Очень быстрое общение художников переросло в конфликты и ссоры. Гоген был недоволен безалаберностью Ван Гога, а сам Ван Гог недоумевал, как Гоген не хочет понять саму идею единого коллективного направления живописи во имя будущего. В конце концов, Гоген, искавший в Арле покоя для своей работы и не нашедший его, решил уехать. Вечером 23 декабря после очередной ссоры, Ван Гог набросился на друга с бритвой в руках. Гогену случайно удалось остановить Винсента, и до сих пор неизвестна вся правда об этой ссоре и обстоятельствах нападения. В частности, есть версия, что Ван Гог напал на спящего Гогена, и последнего спасло от смерти лишь то, что он вовремя проснулся. Однако в ту же ночь Ван Гог отрезал себе мочку уха, и по общепринятой версии, это было сделано в порыве раскаяния. Но в то же время некоторые исследователи считают, что это было не раскаяние, а проявление безумия, вызванного частым употреблением абсента. На следующий день, 24 декабря, Винсента отвезли в психиатрическую лечебницу, где приступ повторился с такой стилой, что врачи поместили его в палату для буйнобольных с диагнозом эпилепсия височных долей. В периоды ремиссии Винсент просил отпустить его назад, в мастерскую, чтобы продолжать работу. Однако жители Арля были против. Они написали письмо Мору Города с просьбой изолировать художника от остальных жителей. Ван Гогу пришлось отправиться в больницу для душевнобольных Сен-Поль, недалеко от Арля. Там он прожил год, неустанно работал над новыми картинами, и за это время было создано более 150 картин и около 100 рисунков и акварелей. Основными видами полотен в этот период жизни становятся натюрморты и пейзажи, главными отличиями которых были нервные напряжения и динамизм. В этот период появились такие картины, как «Звездная ночь», «Пейзаж с оливами» и «Пшеничное поле с кипарисами». В конце 1989 года его пригласили участвовать в брюссельской выставке «Группа 20», где работы художника сразу вызвали интерес у коллег и любителей живописи. Однако это уже не радовало Ван Гога, как не обрадовала и первая восторженная статья о картине «Красные виноградники» в Арле. Весной 1990 года художник перебрался в пригород Парижа, где впервые за два года он встретился с братом и его семьей. По-прежнему продолжал писать, но стиль его последних работ изменился окончательно. Он стал еще более нервный и гнетущий, и главное место в его творчестве занял прихотливо искребленный контур, словно зажимающий собой тот или иной предмет. И это можно увидеть в таких картинах, как «Сельская дорога с кипарисами», «Улица и лестница в Авере» и «Пейзаж в Авере после дождя». В 20-х числах 1890-го Ван Гог написал свое знаменитое полотно «Пшеничное поле с воронами». 27-го июля, выйдя на прогулку с материалами для рисования, художник выстрелил себе в область сердца из револьвера. Однако пуля прошла ниже, но благодаря этому он самостоятельно смог добраться до номера гостиницы, где жил. Владелец гостиницы вызвал врача, который осмотрел рану и сообщил Тео. Брат приехал на следующий день и провел с Винсентом все время до самой его смерти, спустя 29 часов после ранения от потери крови. Также есть альтернативная версия смерти художника. Американские историки-искусствоведы выдвинули предположение, что Ван Гог был подстрелен одним из подростков, которые регулярно составляли ему компанию в питейных заведениях. По словам Тео, последними словами художника были «печаль будет длиться вечно». Винсент Ван Гог был похоронен в Авере 30 июля. В последний путь художника провожали брат и немногочисленные друзья. После похорон Тео взялся за организацию посмертной выставки работ Винсента, но заболел нервным расстройством и через полгода скончался в Голландии. В своем последнем письме к Тео Винсент признался, что поскольку у него не было детей, то он рассматривает свои картины как потомство. Но не только картины он нам оставил в наследие. Также он подарил живописный язык, который дает возможность проникать глубже в саму суть вещей. Из письма Ван Гога к брату Тео. Настоящие художники не рисуют вещи такими, как они есть. Они рисуют их, поскольку сами чувствуют себя ими. Ван Гог прожил очень короткую, всего 37 лет, но очень плодотворную жизнь в истории искусства. В течение 10 лет он развивал в себе гениального художника, оставившего огромный след в мировой живописи. Он прошел через многие испытания, так и не смог завести семью, но все равно продолжал бороться, продолжал рисовать, вкладывал всего себя в это дело. Он выбрал свой путь и не останавливался до самого конца. И мне кажется, это достойно уважения. Надеюсь, вам понравилось это видео и подсолнухи в моем исполнении. Спасибо, что посмотрели. Я постаралась максимально точно передать всю хронологию жизни Винсента, не упуская важные детали. Да, получилось длинно, но зато можно понять, как происходило его становление в качестве художника, что повлияло на его стиль, через что он прошел, чтобы стать тем, кем мы его знаем. Не забудьте подписаться на канал, а еще можете написать, какие художники нравятся вам и почему. Современные художники и иллюстраторы тоже считаются. Еще в описании есть ссылки на инсту, вк, телегу, кому что удобней. Я там пишу и картинки выкладываю. Welcome to my personal hell, как говорится. И всем пока!